История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми Восемь часов ровно 3 июня 2020 года Знак авторского права фото Из личного архива Анны Третьяковой Анна с детьми в год, когда вышла из тайги Знак авторского права фото Из личного архива Анны Третьяковой Москва 3 июня РИА Новости Мария Морикян Анна Третьякова из небольшого поселка Иркутской области живет, как многие в глубинке, ведет хозяйство, благодаря которому зарабатывает. Со всеми обязанностями 53-летняя женщина справляется с легкостью. Сложно было раньше, когда они с супругом почти 20 лет отшельничали в Сибирской тайге, где кровом служила времянка на полозьях. Дочери и сыновья росли, умещаться в тесной хибаре становилось все тяжелее. Тогда Анна забрала детей и вышла к людям. А муж так и остался в лесу. Как сложилась судьба бывших отшельников в материале РИА Новости. Скитание об интервью с Анной мы договариваемся заранее, в поселке Сереброво практически нет связи, надо ехать в райцентр город Тайшет. Заодно на продажу привезу сметану с творогом. Сама делаю. Хозяйство у нас небольшое пара коров, гуси да куры. А она родилась в 1966 в небольшой деревне Иркутской области. Отец был охотником и рыболовом, поэтому Анна с детства умела ставить петли и стрелять из ружья. Ей это очень пригодилось. Девушке было всего 16, когда она бросила все и оказалась в тайге с Виктором Антипиным. Познакомилась с ним за пару лет до этого, молодой человек из Смоленска путешествовал по Сибири. Счастье в простоте. Он искал подходящее место, где можно было бы обосноваться и жить вдали от пороков общества, объясняет Третьякова. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой Виктор Антипин со старшей дочерью и младшим сыном после долгих скитаний в 1989 семья вернулась в Сибирь. Поселились в 12 километрах от поселка Сереброво, Виктор устроился в Химлесхоз. Им выделили небольшой участок в тайге Балок, временное жилище на полозьях. Когда распался СССР, предприятие закрыли. Антипины отказались бросить Балок, остались в тайге. В 90-е у них родились еще Витя с Мишей и Олеся. Сынок 1988 года рождения, умер шестилетним из-за укуса клеща, Анна и сейчас плачет, когда вспоминает о погибших детях. Тайга вставали с рассветом, добывали рябчиков, глухарей, белок, зайцев. На речку за рыбой ходили. Собирали грибы, различные травы, сушили их на зиму. Ягоды были для нас вместо сладостей, описывает таежный быт Анна. Когда дети подросли, никто просто так по деревьям не лазал. У каждого были свои обязанности, один дров наготовит, другой за водой сходит, третий проверит петли с капканами. Не могу сказать, что мы жили как дикари. Общались с людьми из сел, когда те ходили за грибами и ягодами. Заодно новости узнавали. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой. Виктор стоит у своего жилища и разговаривает с гостем Анна Шила шапки из зайчих шкур. Глава семейства носил их на продажу в ближайшие селения. Нам и шкуры на выделку отдавали, и соленую черемшу ведрами заказывали. Многие, зная как живем, помогали. Виктор всегда возвращался с набитым рюкзаком. Одежда, крупы, мука. Детей учили читать и писать. Виктор Гранитович и сам очень любил посидеть за книгой, особенно холодными зимними вечерами. Побег Балок, где ютила семья, был тесным, 3 метра в длину, полтора в ширину. Зимой надо было каждый час подбрасывать дрова в печь. За тепло в доме отвечала я. Усну, а потом к нужному времени проснусь. Я же женщина, значит, хранительница домашнего очага. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой. Виктор Антипин с сыном в тайге. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой. Виктор Антипин с сыном в тайге спали они в балке так, на полу стояли нары, кто-то устраивался на медвежьей шкуре, расстеленной прямо у входа, кому-то кровать заменял гамак. В шестером в подобных условиях было просто невыносимо, признается Анна. В июле 2002-го она приняла решение забрать детей и уйти из тайги. Стала готовиться. Пошла одна в поселок Сереброво. Сказала об этом только оленья. Местные направили отшельницу в администрацию. В помощи ей не отказали. Договорившись обо всем, вернулась в лес. Виктор умолял остаться. Но меня уже было не остановить. Дети не должны мучиться. В ноябре Анну вместе с 16-летней оленьей, 10-летним Витей, 8-летним Мишей и 3-летней Алесей работники администрации вывезли в новый дом. Об этом позаботился глава поселка. Вместо времянки у них теперь были три комнаты, летняя веранда, гараж, огород, баня. Соседи помогли с посудой, одеждой, книгами. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой дом в Сереброво. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой дом в Сереброво. Жизнь среди людей первым делом Анна начала восстанавливать документы. Затем доказывала через суд, что она мать своих детей. И вскоре встретила другого спутника жизни. Виктору обо всем было известно, он часто навещал семью. Мы его просили вернуться из тайги. Но он ни в какую. В 2003-м вместе отпраздновали день рождения олени. А потом от него невесточки за месяц. Обычно хотя бы выходил за хлебом. Оленья отправилась к отцу. Он был уже мертв. Всего 53 года, в последнее время ему не здоровилось. Я просила его обратиться за медицинской помощью. Он отказывался. Много тяжестей таскал. Мучили боли. Наверное, грыжа его и доконала. Похоронили, как он и хотел, в тайге. Анна с головой ушла в воспитание детей. У сыновей, по ее словам, проблем с адаптацией в новом мире не было. Нашли общий язык со сверстниками сразу. Вот только оленья очень долго приспосабливалась. Старшая дочь экстерном окончила деревенскую девятилетку. Ездила в соседний поселок в интернат. Там доучивались сельские старшеклассники. Но бросила учебу. Увидела, как другие дети вульгарно ведут себя. Курит, пьют, матерятся. Для нее это было слишком чуждо, не смогла это принять. Но сейчас уже все хорошо, живет отдельно со своей семьей. Знак авторского права фото, из личного архива Анны Третьяковой. Анна Третьякова и Витя с Мишей после школы отслужили в армии. Старший обзавелся семьей. Все хозяйства теперь на мне. Миша приезжал в этом феврале в гости. Пошел в лес, отремонтировал наш балок. Бережет его, хранит память об отце, говорит Анна. Олеся, окончив колледж, перебралась в другой город. Сама Анна работала и уборщицей, и помощником повара, и сторожем. Теперь занимается только домашним хозяйством. Я уже три года на пенсии. Положена по закону как многодетной матери. По-прежнему хожу в лес, собираю грибы, ягоды, травы. Не жалею, что бросила тайгу. Хотя жизнь там многому меня научила. Во втором браке у Анны родились две дочки. Правда, со вторым супругом не повезло, совсем лентяй, по хозяйству не помогает. Я сама ведь очень работящая. Не думала, что с таким жизнь сведет. Монотонную жизнь в поселке лишь изредка будоражит происшествие. В 2019-м случилось наводнение. Опоздала со сроками подачи документов, пытаюсь добиться компенсации по потере урожая. До сих пор хожу по судам, вздыхает бывшая отшельница. И напоследок вдруг говорит, что готова приютить у себя оказавшихся в трудной ситуации, в свое время люди очень не помогли. Хочу ответить добрым на добро. Обещает обеспечить кровом и едой. Но просит об одном, чтобы помогали по хозяйству.